В выполнении служебного задания он получил травму в районе Депальца. Время того, он получил тяжелое ранение, вы видели, он не порожден нижней конечности, но выдержал. Был травмированный ему левый глаз и с целью восстановления зрителя была сделана ему замена травматической катаракты на новый хрусталик. Когда касается таких тем, мы привлекаем волонтеров, ну не волонтеров, а как бы мы сами организовали свое волонтерское небольшое движение официальное, и поставщики расходных материалов берем на себя эти расходы, и мы делаем операцию за их счет. Мы много сделали очень операций, но, если честно, такой хрусталик впервые плантировали, да, самый, ну как бы, самый навороченный, скажем так. Ну, мы не считаем. Дело в том, что есть плановая хирургия, есть ургентная. Ургентная хирургия это по мере поступления, а плановая хирургия, вот видите, ранение было еще в феврале, мы в декабре его только прооперировали, но у него срочности не было там, у него была частичная травматическая катаракта, которая, конечно, мешала ему хорошо видеть, но в плане, что ургента здесь уже нет, он в плановом порядке был прооперирован. Как он решил свои проблемы с другими, как бы, сказать, местами, которые пострадали во время травм, во время ранения, поэтому сейчас мы уже ему сделали отсроченную плановую операцию. Ну, мы находимся на связи с начальником отделения, с врачами госпиталя, и поэтому по мере поступления, если необходима какая-то консультация, мы или выезжаем к ним, или бойцов привозят сюда, и мы оказываем высококвалифицированную специализацию с медицинской помощи. Ну, я думаю, несколько было таких сложных операций, но самое главное, что были ранения, такие тяжелые, обработные, перфоративные, с инородными телами, то, что, я думаю, самое приятное, то, что нам пришлось вернуть, получилось вернуть зрение бойцам, вот самое главное. К сожалению, товарищи ученые разрабатывают такое оружие, чтобы как можно было сильное повреждение, это, конечно, проблема большая, и бывает, что бойцы поступают с очень черновыми ранениями, и мы выезжаем туда, и участвуем в консилу, принимаем решение, что перспективы никакой нет, и поэтому глаз приходится удалять. Это, как правило, к сожалению, никто не звонит, и даже не понимают, что они здесь получают. Понимаете, к сожалению, это факт. Ни один не позвонил.